Евангелие 27.15 Сегодня еще звучит проповедь. Сегодня еще ангел несет Евангелие по небу. Будет момент, когда это прекратится. Дверь закроется. И написано, многие придут и в дверь будут стучать. Отвори! Припоминать начнут. Ты в нашем храме проповедовал. На наших улицах ходил. Чудеса творил. И Он скажет, отойдите, проклятые в огонь вечно. Я никогда не знал вас. Они чудеса творили. В храм Божий ходили. А Христос скажет, никогда не знал вас. И на этом все закончится. Вот сегодня человек, что бы ни сказал, дети, не сделайте так. Почему это сделал? Просто так. Он думает, это оправдание. Просто так, значит, это у него обыденно, привычное. Его совесть не учит. Обозвал другого. Ударил. Столкнул. Знаешь, что другой не имеет права. Им с пирсом ничего не стоит столкнуть. Убышлено. Деградация вообще человечества. Сейчас с русским народом воевать не надо. Просто Бог настанет час, скажет, и саму по себе все развалилось, и нигде ничего нет. Почему? А причина одна, за Бога не держится. Люди Бога не знают совсем. А храм, что ходит, без веры в Бога это никакого значения не имеет. Я хотел посмотреть по Слову Божию. Где нам надо говорить и где не говорить. А то очень говорливое. Учите детей правильно говорить. Учите их правильно молчать. Чтобы они никогда не ссылались на грехи людей. А они слышат от родителей. А родители сказали, что крайне. А почему моих детей видят, а того не видят, то есть того еще зацепили. Это абсолютно не христианский подход. К тебе первому подошли и сказали, внук ли это, дитё ли твое, слава, поблагодари и поцелуй. Господи, как меня любят. Посторонний человек язык молотит. Пришёл, заметил. Даже не так и тогда за того, что ты не имеешь, поблагодари за намерение. А не так, моему ребёнку замечание, а тому ничего не сказали. Да нигде такого писания нет. Чтобы на колодах показывать. Экклесиаз 3.7. Время разбирать и время сшивать. Время молчать и время говорить. Понимаете, я каждый раз, когда говорю Слово Божие, хочу сказать. Вы запоминайте хоть немного. Сегодня я вам говорю о молчании. Не о страдании. Всего два слова. Когда время говорить и когда молчать. Говорят, то есть не говорят, а болтают. Всё, что не попадёт на язык. Ну меня же спросили. Да в какой тебе смысл, что тебя спросили, а ты можешь не говорить. Ты предателем можешь быть. Кто бы тебя не спросил, а ты поблагодари Бога. Господи, здесь я вылежу испытания, я ничего здесь не скажу. Нельзя. Вот поговорите с любым евреем, он тебе всё, маленький ребёнок, не скажет. Поговорите с мусульманином, он тоже не скажет. Что-то может сказать, а что-то нет. Пытай его, он не скажет. А это всё, что они видят, всё на языке у него. Лука 1.20. И вот ты будешь молчать. И не будешь иметь возможности говорить. Вы знаете о Захарии. А за что? За неверие. Есть некоторые люди, которые не заботятся о благовестии. Им ангел сказал. Вы не верите, что от благовестия будет зависеть ваше будущее. Вот будете молчать, никому ничего не скажете. А другой, где бы не начал говорить, он мгновенно переводит на тему о Христе. Тема благовестия, он его даже не поднимает, и он из этого не выходит. Привучите себя к этому. О чём бы ты ни заговорил, о корове, о котёнке, о богороде, о детях, о погоде, сразу переводи на глаза. Одно предложение – это уже славит Господа. Специальные ущербники сектанты издают. Вот его над ним издеваются. Скажите, а кто у нас правитель? Ну, вроде он не совсем в уме. Кто у нас правитель? Христос. Его пытается. Ну, а вы знаете, где вы сейчас находитесь? Знаю. Господня земля, что наполняет её. Ну, а какой день сегодня? Ну, он день знает и по этому дню уже и говорит. Сегодня воскресенье Христово. Или сегодня понедельник, когда сошли на неделю, и опять на Христа переводят. Ведь просто это не додумается. И на всё это есть учебники. Как разговаривать? С кем разговаривать? Вот у нас в четвёртом томе «Открытым оком» весь мир как бы разбивается на 24 категории. Один человек не верит в Бога. Как с ним беседовать? Другой не верит, что Библия – Слово Божие. Как с ним беседовать? Иной не верит, что после смерти ещё будет жизнь, суд Божий. Как с ними беседовать? Вот посмотрите ещё, у кого есть книги. Это огромный труд, проделанный не мною. Я беру готовое. Иной говорит, я пытался говорить, ещё не получается. Иной – я слишком молод. А другой – от меня никто и не примет. Видишь, какая моя жизнь. И как с каждым человеком такое, как и больше, беседовать? Не молчать. Не кастерах 21.6. Иной молчит, потому что не имеет, что отвечать. А иной молчит, потому что знает время. А сегодня он не молчит, когда не знает, и время не знает. Непрерывное стрекотание идёт. Вот у нас за столом негляжет, говорит. Две недели прошло, и так не могу приучить. У детей памяти совершенно нет. Ну, трудно ли наклоняться на чашку, я не могу приучить. Притом, полминуты проходит он опять то же самое. Тут же наказал его, решил его в завтраках, или первого поставил. И он сел такой, и опять начинает говорить. Что родители разве не видят, какие дети? Они молчать не умеют. Они непрерывно разговаривают. О чём разговаривают, он через минуту уже не знает. За кусок хлеба дерутся, как голуби. У тех мира никогда нет. А то, как говорят, живут, как голуби. Это означает, дерутся, где не больше. Игорь Испирь, 4.14. Вот ей Мардахей, своей племяннице, и говорит. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придёт для людей из другого места. А ты, и дом отца твоего, полигнете. И кто знает, для такого ли времени ты достигла достоинства царства. Молчать не надо. Иди. И так устроиться, что через тебя может быть спасение. Не ссылайся на неграмотность. Ты просто доверься Господу. А потом будешь удивляться. И как так получилось, и как ловко. Я знаю, что приехал раввин у евреев. У них синагогу открыли в Барнауле. Но жертву они не приносят, потому что храма нет. Ну, человек грамотный. И звать его Ноах. Ноах это значит Ноя. Я с ним по телефону беседовал. Потом мы с ним встретились у главы города. Рядом сидели. Я заканчиваю беседу и говорю ему, не думал совсем, говорю, слава Иисусу Христу. А он отвечает, хороших вам вестей. Тут надо, какие, что он подразумевает. А у меня так вырвалось, что слава Иисусу Христа, он за Христа и не признает. Я после долго делился на себе. Я эти слова мог бы не сказать, сказать ему до свидания или всего хорошего. Желаю вам добра. У меня привычно, потому что у меня все время это на языке. Слава Иисусу Христу. А трубку уже положил. Так я ходил, радовался полдня. Господи, как это здорово. Я ему о Христе сказал. Вот так маленький ребенок. Радуется какой-то весточке. Я бы не сказал умолк твоим, я бы не сказал. Господь отбросил мой ум, а язык произнес слава Иисусу Христу. Так он пришел, когда со всеми религиями, религиозными встречи было, и говорит, поздравляю всех с Рождеством. Поздравляю с Рождеством при народу, при главе администрации. Ну а как раз Рождество Христово было, он может быть и имел что-то другое, не сказал Христову. А с Рождеством, ну понятно, что Рождество-то было Христовым. Ну а вот, а может, подумал про тебя с Рождеством Моисея, еще как там, с Паррока или ими. Салом 38.3. Я был немыбен в глазе и молчал даже о добром, и скорбь моя подвиглась. Сегодня, если в чем-то обвиняют, начинают оправдываться. Ну ты по молчению оправдываешься. Так он неправду говорит. Тем более твоя награда велика будет. Я молчал, и скорбь сама подвиглась, а она отошла. Где-то надо молчать, надо знать время. Я говорю, а вы судили с безбожниками? Судился. Потому что они нападали на Церковь Божий, на Европравославную, и я добился полной победы. А остальное меня не поносит, я никогда не возражал. Да только делов-то. Иеремия 4.19. Утроба моя, утроба моя, скорблю во мне сердце моего, волнуется во мне сердце мое, не могу молчать, ибо ты слышишь, душа моя, звук трубы, тревогу, брани. То есть война рядом, и я не могу молчать. И я буду говорить только о поражении, а не о победе. Войска северного гиганта падут, бог сожжет их, и трупы русских будут 7 месяцев хоронить. Мы знаем это из книги пророка Эзекииля, 38 глава. Иер 41.4. Не умолчу о членах его, о силе и красивой соразмерности их. Эта вещь идет о каком-то звере Леофане. А вы держите коров. Я написал у нас стихотворение, у бога разные животные, но корова во дворе начальник. Посмотрите, как она устроена. Все лаборатории мира не могут создать молоко. Этот продукт единственный на земле, который усваивается, без кишинка, полностью вырвано. И желудок убирает, там эти желудок. Как это может быть? 96 разных элементов. И посмотри на нее. Она этого ничего не знает, ест траву, запивает молоко. Километры там каких-то у нее в жил тянется. Как старозмерно все в ней. И какая она кроткая. Как она ластится. Как тепло дышит. Как чудно все. Как ей трудно идти с большим выменем. А она идет. И все это для тебя. Не умолчу. Ио говорит о каком-то звере. Непонятно, кто ли виафар такой. А мы не умолчим, как овца устроена. Какая хорошая у нее шерсть. Как курица устроена. Присмотрись ко всему и скажи. Дом, двор мой переполнен чудесами. И всего-то у меня полная чаша. Слава тебе, Господи. И весной птицы летят из такой тысячи дали. Километры. Слава тебе, Господи. И как-то устроил Бахта, что кошка именно ловит мышку. Она и почему-то человеку защищает. И так уж положил. Слава тебе, Господи. А какие у нее кольки жарщики. Как она. Никто от нее не вырвется. Научитесь к нему удивляться. Остановись с внуком. С ребенком. Расскажи ему о членах его. Какая она гибкая. Как она везде может подниматься. Какая собака смелая. Человека может от смерти спасти. На тигр даже кинуть. Слава тебе, Господи. Не умолчу. Не молчите. Все, что нас окружает, все прекрасно. В землю какое-то семечко. А все вырастает по гробе. Ты посмотри, все разное. Не умолчу. У вас проповедь прям рядом. Каждую кустику, цветочку подводи и начинай говорить. Ребенок это поймет. Это доступно ему. Это перед глазами его. Исайя 62-6. На стенах своих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О, вы, напоминающие о Господе, не умолкайте. Это к каждому говорится. Что ребенок может сказать другому о Господе? Вы их приучите к тому, что Бог будет судить. И судить будет не только по Библии, но и по совести. Я вот смотрю на детей, даже где, как они пасут. И все на одних фундаментах. День и ночь. Сегодня пасут. Только выгнали. Полчаса прошло. Уже в лагере они ходили. Взяли, играет, а скотина бродит рядом. Ей есть нечего. Я их призвал обоих на молитву. Два брата. Давайте помолимся. Помолимся, чтобы чуточку вам совести Бог даст. Хоть молюсь, я говорю, совесть. Но нельзя же так жить. Я говорю и вижу недовольное. Помолились вместе, пошли. Я еще помолился им на гонку. Господи, уменьши их сердца. Впереди целая вещность для вас. Вы этого не знаете. А что бы было, если бы тебя Бог сделал этой скотиной. И тебя бы так пасли, не давали тебе и есть. Я говорю, если вам на стол мать ничего не поставят. И завтра, после завтра пустая чашка. Вы уже измазонили это место. Там ничего нет. Пошло, ничего там не растет. Нету. Одна крапива, я фундамента старая. Скажем, не стыдно. Так вы загоните там старый рай. Добеда, да держи домой. Глава, ты сохранил их. Твоя задача-то. Выполнено будет. Вы сами пойдите. Я редко вижу, чтобы родители шли с детьми. Вы упускаете момент. Возьми дождевик. Пойди с ними. Расскажи об этих травах. Прогоните дальше. Уйдет момент. В душах детей не будет установлен алтарь Божий. Вы горько будете плакать о своих ребятишках. А тертая их такие податливые. Начнешь с ними говорить, и видишь, и ребенок внимательно слушает. Я, конечно, сукаризну ее, потому что мне жалко скотину. Я им говорю, мне было пять лет, а тебе-то уже не пять лет. И мы ходили, где Адриаш и Бог, и дальше. Задищи как-то держались. Каждый день при том. В пять солнышка на восход, и мы уже коров выгоняем по всей деревне. Старшему десять лет, и мы самостоятельно все лето пасли. Ну, а я на пять лет моложе. Совсем другой народ идет. Почему? А с нами отец пас. Он брал нас в ночное. Мы сидели рядом, мы все разговаривали, разговаривали. Мой характер от отца. Моя нелюбовь к коммунистам от отца. Он каждую я бы снял, как жили люди, как их раскулачили. Это не дри мои уроки я получал. Это привело меня к Богу. Оставьте свои телевизоры. Ведь ни один из вас нас не разобьет. Ну, хотя выключите их до определенного дня. Среди недели не встречайте, во время посадя не встречайте. А уже не можете. Зараза засосала. Взрослите и скажите, я сегодня не напрасно был в храме. Это не человек мне говорил. Тебя Господь призывает. Призывает, чтобы детей перевести в Сарство Небесное. И ты с ними пойдешь и не молчи. Рассказываем обо всем. Как хорошо им здесь быть. Что мутный источник заразы прошел мимо. Здесь чужихся людей нет. Исайя. Шестьдесят двадцать. Не умолкайте перед ним. Доколе он не восстановит. И доколе не сделает Иерусалима славой на земле. Не умолкайте, пока в детях не будет восстановлен алтарь Божий. Чтобы ребенок сам сказал. Я хочу помолиться. Когда кончат молитву, рассказывает. Отец всегда еще стоит на коленях. Кто-то пришел позвать. А ребенок заглянул, в другой комнате отец молится. Не телевизор смотрит. Не в компьютерные игры играет. А стоит на коленях перед Богом. Девушка подошла и сказала. Папа слушает, что Боженька ему говорит. Его трогать сейчас нельзя. Он молился Бога. А сейчас он молчит. Губы его не шевелятся. Он слушает Боженьку. Ребенок это понимает. Зародцы этого не понимают. В другую комнату он так вот иди помолись там. Ничего не будет. Будет одно нечестие. Притча 15.4. Кроткий язык древа жизни. Но не обузданный сокрушение духа. Дети спернословят. Дети обзываются постоянно. У меня это не проходит. Я их наказываю с разрешения родителей. И каждый день. И те же самые. Что означает? А означает, что в душе алтаря Божия нет. В душе страха Божия нет. Этот ребенок родился на позор. На горе родителям, бабушкам. Они страдать и плакать от вас будут. У вас нет страха Божия. Вы сейчас стоите в храме и просите. Господи, дай мне страх Божий. Чтобы я не погиб после смерти. После смерти человеку не в могиле лежать. А быть или в раю, или в аду. Где мы будем? Исайя 54.17. Всякий язык, который будет состязаться с тобой на суде, ты обвинишь. Это нет наследия рабов Господа. Оправдание их от меня, говорит Господь. Но это не каждому удается. Я судился. И много судился. И адвокатов там набирали. Море. И все замолкало. Ничего нигде нет. Бог сердца судей берет. Нужно управление направляет. Ты доверься только Господу. Не слышишь, нисколько против тебя говорят. Ну, против меня это можно говорить. Действительно. Я такой и есть. Но когда задевают Господа, не умолчи. Матфея 10.19. Когда же будут предавать вас, не забудьте скатами, что сказать. Ибо в тот час дано будет вам, что сказать. Если ты Слово Божие не знаешь, ничего тебе не будет дано сказать. Ты только стоять будешь молчать и на кого-то показывать. А это он виноват. А это вот он и я туда затянул. А я в угол не такой. Никогда не перекладывайте свое незнание на другого. То, что сегодня перекладываешь, это может быть твоя слава. Прими на себя. А если невинно обвиняют? Во славу Божию. Когда будут предавать? А это может быть сегодня. Я испытал. Было предательство. Обвиняли. Я не могу никак оправдаться. Устроили очную ставку. Она сейчас в монахине. И она преследовала и тут же сказала. Я сказала неправду. Да мы вас судить будем. Согласна. Но я сказала неправду. И с меня обвиняют, а тот человек смелый. Я никак не мог повлиять на нее. Только молитвой. И поэтому, если Господь позволит нам войти в эту годину искушения, годину страдания. А Господь сказал один из вас предательнее. А мы можем сказать. А может быть из 12 и 11 предателей будет. Вы учите детей быть верными. Как мать Маковейская научила своих сыновей. Один до другим сходили на костер. На сковороды раскаленные. Терзали и мучили. И ни один не отшатнулся. Но каждый говорил. Какие вещи? Почитайте. Вторая книга Маковейская. Седьмая глава. Ты можешь сегодня это уже увидеть в задавке в ребенке. Будет это или не будет. А представьте. Твою девочку украдут сегодня мусульмане. Или мальчик-то пошел, попал в слен. Выстоит он или нет? Или примет мусульманского? Примет Мухаммада вместо Христа? Заложите в них крепкую любовь к Богу. И скажи. Ты можешь говорить правду или молчать? Никогда не лги. Если ты лжешь, сатана в рот залез. Бог отступит от лжеца. Всякий лжец погибнет. Итак. Умолим Господа Бога подражать ему, когда его допрашивали. Господь, научи меня молчать и говорить об имени Твоем святом. Аминь. Господь, научи меня молчать и говорить об имени Твоем святом.